Привет, Стражи! Меня зовут Джонни Лейни, а это новое видео о Destiny 2 на канале... Трипл Вайп, да. Ещё до выхода второй части Destiny я понял, что банджи основательно так подошли к совершенствованию системы публичных мероприятий, так что у меня аж руки чесались скорее изучить то, как они устроены и собрать лут с них. Пожалуй, главной отличительной чертой пабликов в Destiny 2 от старых ивентов стал героический модификатор, который значительно увеличивал качество дропа и количество опыта, получаемого за выполнение мероприятия. В этом видео мы детально разберём, как активировать героическое публичное мероприятие в каждом типе ивента. Первое мероприятие — группа добычи блеска. Ивент начинается с появления группы падших по добыче блеска. Для активации героического мода нужно уничтожать моторы, питающие оборудование падших, прежде чем вы уничтожите саму группу врагов. Если вы всё сделали правильно, появится надпись о том, что героическая модификация активна, а на земле появится россыпь блеска, которую вам и нужно будет защищать в течение некоторого времени. Второй тип мероприятия — добытчики эфира. Всё те же падшие, всё та же добыча ресурсов, но в этот раз на планете Несс. С ивентом появится гигантский прислужник и небольшая группа сопровождения. Для активации геройка на таком типе мероприятия нужно уничтожить всех маленьких прислужников, которых призывает их предводитель. Мероприятие очаг одержимых. На территории появляется гигантская сфера, которую защищает один или два купола. В них появляются одержимые. Для активации героической модификации, как только зайдёте в один из таких куполов, а затем выйдете, появится на вас баф «Мор отступает», который длится 4 секунды. Пока баф активен, стреляйте по центральной сфере, дабы нанести увеличенный урон. Бьёмся с мобами, которые будут защищать сферу, и вуаля, всё готово. Следующий вид мероприятия – впускной механизм. Вам нужно выманить кабала волуса. Героический модификатор активируется при уничтожении вентиляционных шахт, которые открываются периодически на конструкции кабалов. Всего их три – верхний ряд, средний и нижний соответственно. Ивент «Уничтожить танк-паук». При отстреле ног у танка и введении его в стан, из него выпадают сферы. С их помощью вам нужно отключать силовые поля у генераторов с ручными пушками падших. Как только вы откроете все три купола, героик активируется, и на территории появится второй танк. Мероприятие «Ведьмин ритуал Улья» – пожалуй, самый сложный из всех. Для активации «Геройка» в этой активности нужно убить двух ведьм. А перед появлением главной ведьмы уничтожить два кристалла, которые расположены над порталом. Делать это следует, находясь на определенных круглых зонах. Тогда щит, защищающий кристаллы, исчезнет благодаря полученному бафу. Мероприятие «Ананессия» – стройка вексов. Вам следует просто синхронизировать все панели до 100%. Это те самые круги, к которым тянется небольшая дорожка энергии от главного конфлюкса. Ну и восьмой тип ивента – угнать бур кабалов. По ходу выполнения мероприятия, когда процесс захвата бура достигнет примерно 30%, на помощь кабалам прилетит корабль, оказывая поддержку с воздуха. Вот именно его и нужно уничтожить для активации героического мероприятия. На это у вас будет две попытки. Вот и все, ничего сложного, как видите, нет. Зато награда достойная. А я прощаюсь с вами, спасибо за просмотр, не забудьте подписаться на канал, и если видео оказалось полезным, поставьте свой героический лайк. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok